Друзья, всем привет! С вами канал Будда Гришна. Сегодня стало известно, что Кристина Рыбакетта отказалась от съемок в «Голубом огоньке». Слава Богу, Господи, какая-то хорошая новость. Значит, и заявила о гнусной провокации, готовящейся и совершающейся в отношении нее. Она отказалась возвращаться в Россию, сказала, что она не приедет зарабатывать. Она тоже здесь не собирается, несмотря на то, что... Неужели предлагали ей приехать? Ну, наверное, да. Артистка находится в Семей в Штатах, пишет СМИ, и, как видно, возвращаться на родину не собирается. Значит, и на днях она прервала омолчание, выступила с заявлением. Певица сообщила о том, что неизвестные, пытаются втянуть ее в скандал, собираются устроить гнусную провокацию. «Дорогие друзья», — говорит она, — «от моего имени с пародированным голосом звонят моим знакомым и провоцируют их на разговор. Пожалуйста, будьте внимательны, лучше перезвоните мне». То есть она беспокоится, что, видимо, ее знакомым позвонят от нее, начнут задавать вопросы, и кто-то что-то о ней расскажет, или о Пугачевой, и, собственно говоря, какие-то неприглядные факты всплывут. А ничего всплывать уже не надо. Уже все, собственно говоря, всплыли за это время. Уже все абсолютно со всеми понятно. Что-то, знаете, пытаться выведывать там о них. А зачем? Я говорю, они все уже всплыли, понимаете? Все всплыли по весне. Потому что идешь, и вот оно под ногами. Условно говоря, те люди, которые снимали здесь фильмы, зарабатывали огромные деньги, бросают семьи, убегают, бросая огромные долги на мать-пенсионерку, или на, значит, уезжая, и поют песни «Я не русский», всячески обливая грязью россиян. Или, значит, спасают свое там зарубежное имущество и денежные счета. О чем здесь говорить? Приедет она, не приедет она? Какие факты еще можно? Она уехала в Америку, живет спокойно в Америке себе и все. На данный момент времени максимально нетружественной для России в стране. Это российские исполнители. Вдумайтесь просто на секундочку. Мы настолько привыкли, что Запад дышит нам вот здесь вот, просто рядом с нами. Но это же российские исполнители, они заработали все здесь. А рыбака это вообще никто была бы, если бы не было матери. Вообще абсолютно никто. Я помню, бабушка у меня ходила на ее концерт как-то раз. Им там что-то билеты где-то раздали. Давно было уже очень. Она говорит, ну она танцует неплохо, но поет. Ну раздали билеты, сходили. Но там организация, где она работала, бабушка моя имеет. Это было очень давно, лет 30 назад, может, 25. И поэтому, вы знаете, дело все в том, что внук Пресняков, это все деньги, которые заработаны в России. Это все деньги, заработанные в России. И выведенные отсюда с целью проживания за рубежом. Вот этим местом они выведенные, понимаете? Заранее они понимали, что им ближе там тот образ жизни. Поэтому здесь, собственно говоря, я считаю, что вообще голубой огонек, если про него говорить, у нас за последние 20-30 лет он настолько голубой стал, этот огонек, он настолько стал голубой, благодаря некоторым личностям уехавшим, что уже голубее некуда огоньком быть. Он уже, этот огонек, он голубой с синими язычками пламени. Поэтому ему надо стать наоборот уже, не голубым огоньком, а нормальным огонечком, горящим эстрадой творчества. Друзья, что вы думаете на все еще? Пишите в комментариях. С вами был Будда Гришна. Подписывайтесь на канал, кому интересно. Ссылочка в закрепленном комментарии в описании к видео для поддержки канала. Кому нравятся мои ролики, можете поддержать канал Будда Гришна. Подписывайтесь на мой телеграм-канал Будда Гришна. Новости, новости в формате 24 на 7. Ролики из разных источников, новости из разных источников. Все в одном месте. Политика с моими комментариями. Все это телеграм-канал Будда Гришна. Новости. Друзья, и кому хочется в принципе больше политики, подписывайтесь на платформе Рутюб, канал Будда Гришна. там потихоньку выходит видео политики мои и дальше будут выходить поэтому жду вас там тоже поставьте там класс подпишитесь успехов здоровья всем пока до встречи